Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Избаевязания. Сейчас мы с вами сделаем такую интересную крученую розу. Для работы понадобится пряжа яркого цвета и желательно эластичная. Я использовала для вязания цветка акрил. Для вязания этого цветочка нам нужна пряжа и машинка. Мы можем это связать руками на спицах, но спицами очень долго. Это вяжется обычное полотно. 5-6 петель и вяжем на ту длину цветка, которая нам нужна для того, чтобы сделать эту закрутку. Поэтому я буду вязать на вязальной машинке. Если у вас вязальной машинки нет, вы берете спицы и вяжете длинную-длинную тонкую полоску. У меня будет 5 игл. Плотность свободная, не надо затягивать. И, само собой, на машине это делается гораздо быстрее и проще. Потому что одно движение машинкой, есть одно провязывание рядом. И вот так лицо с одной стороны или изнанка с другой. Хотя можно, конечно, вязать и платочной вязкой. Но для данного цветочка лучше иметь изнанку с одной стороны целиком, а лицо с другой. Поэтому вяжете длинную-длинную полоску. Длина полоски зависит от того, насколько плотным вы хотите иметь бутон. Если достаточно широкий, полоска будет 50 см. Поэтому вяжем 50 см полоску на 5-6 петелек. Оформлять цветочек будем на белой основе. Берем какую-нибудь окружность. У меня это крышка от крема, от тюбика. И ставим 5 знаков. Можно было, конечно, обвести и циркулем. Сделать звездочку циркулем. Но можно, в общем-то, и на глаз. Главное, чтобы это была более-менее ровная звездочка. Втыкаем. В основание крышки нашей булавки получилась вот такая вот звездочка. Теперь, чтобы не выпали булавки, я их подкну поглубже. В центр нашей окружности вводим нить цвета. Того цвета, который мы будем делать цветочек. И каждый просто прошиваем. 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 Так. И прошиваем. Вели нить в центр. И прошиваем. Лучики из центра каждой булавки. Прошили, можно вынуть. Булавки больше не будут нам нужны. Можно, конечно, рисовать. Если не надеетесь на то, что можно сделать ровно, рисуйте. В общем-то, это не так важно. Главное, не затягивать наши лучики. Потому что иначе мы не сможем в них вставить вязание. Так. И вот последний лучик сейчас сделаем. Все. Ниточка пока больше не нужна. Получается у нас вот такая звездочка. Нитку пока оставлю. Я буду закреплять ей цветочек. Так. Теперь берем нашу связанную основу. Сейчас будем оформлять ее. Основу, видите, у меня с одной стороны ниточка и с другой. Я могу просто крючком привязать к середине, к центру. И закрепить эту ниточку. В центре у меня как раз находится и вторая нить. Я их просто свяжу и все. Закрепили наш цветочек. Сейчас начнем выводить. Теперь у меня есть такое замечательное совершенно приспособление для вдевания резинок. Им я и буду пользоваться. У кого такого приспособления нет, обычная английская булавка. Цепляем ее ко второму краю, к свободному. И начинаем выводить цветочек. Проводим и разворачиваем так, чтобы изнанка была снаружи. Цветочек у нас будет выворотный. И далее через одну протяжку проводим нашу основу. Пока можно не особенно напрягаться, когда мы набьем эти протяжки уже цветочком, тогда будем обязательно выворачивать, потому что внутреннюю часть плохо видна. Чем ближе к краю, тем будет лучше видно основу цветка, что это такое мы делаем. Поэтому выворачиваем цветочек. Можно было, конечно, вязать не 5-6 петелек, а больше. Тогда бы он был более такой набитый, скажем. Но я думаю, что и этого вполне достаточно. Теперь главное аккуратно, потому что цветочек большой. выворачиваем его. Через одну протяжку протягиваем все вязание. И таким вот способом оформляем такую баранку. Закручиваем, закручиваем, закручиваем. Выворачиваем наизнанку наше вязание периодически. В том месте, где оно, возможно, где можно его закрепить. Вот таким вот способом. Это не сложно, но требует некоторого, даже не скажу усилия, а небольшой такой фантазии, что ли. Так, здесь мы еще не были. Кружочек не должен быть очень большим. Вот этот, основа. Если он будет очень большой, надо будет вязать гораздо более длинное вязание. Так, это сверху, это снизу. Там, где мы идем сверху, немножко обходим линию. То есть мы немножко наезжаем каждый раз на сам цветочек. Сверху, вот этот снизу. Разворачиваем его и так далее. До конца. Здесь сверху, здесь снизу. Выворачиваем немножко. Такие цветы, если вы планируете стирать вещь или боитесь, что оно деформируется. После того, как оформили цветочек, можно его пришить. Просто стежками берете красную ниточку. Желательно, конечно, тонкую, не такую, а обычную катушечную нить. Так, это сверху, это снизу. И пришиваете, прихватываете этот цветочек в нескольких местах, чтобы он не расходился. Вот такой вот цветок. В общем-то простой, но эффектный для сумочек. Розочка на шапочку, почему нет, очень интересно смотрится, необычно. Главное, не затягивать и в то же время не давать очень большую слабину. Тогда все будет очень даже хорошо. И опять же не делать большое основание. Иначе у вас получится не собранный бутончик, а просто очень большая, круглая такая вот непонятность. Так, ну и похоже последний уже у меня цветочек. Все, заправляю, отпускаю вязание. Ниточка, сейчас я буду его закреплять. Наверх. Подтянули. Вот такая вот совершенно чудесная розочка. Хвостик остался, его просто крючком убираю внутрь. Так, недалеко. Тонет подальше. Крючком затащили его внутрь. Все, розочка готова. Видите, как просто, как быстро и как красиво. Теперь здесь достаточно завязать узелки. Не пригодилась эта ниточка. Можно было ей закреплять, можно не закреплять. Смотря, как вы планируете использовать эту розочку. Какие она будет нести нагрузки. Все. Видите, как быстро мы с вами скрутили такое вот чудо. Первая розочка. Розочка готова. Розочка готова. Розочка готова. Розочка горяча. Розочка готова. Розочка 저摘, линия. Розочка готова. Территор получить деньги-ahру. Продолжение следует...